Плату за капремонт могут снизить до рубля за квадратный метр для всех субъектов Российской Федерации. Такие поправки в жилищный кодекс предложили внести в Госдуму. По задумке депутатов, исключение нужно сделать только для жителей Крайнего Севера, которые будут платить по 2 рубля за квадратный метр, так как строительная работа там обходится дороже. Эту информацию прокомментировал Павел Масюков, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ. Он у нас в студии. Павел Александрович, здравствуйте. Расскажите, какие поправки сейчас уже внесены в жилищный кодекс Российской Федерации. Действительно, 14 июля рядом депутатов Госдумы были внесены данные поправки. Они будут рассматриваться Государственной Думой. Основные моменты то, что в домах, в которых ремонт государства не привело, необходимо их освободить от платы и ввести символическую плату, которая будет установлена на уровне федерального закона ЖКХ. Рубль для всех регионов, для Крайнего Севера 2 рубля. По поводу того, насколько практически это будет применяться, могу сказать то, что в настоящее время у нас в среднем стоимость капитального ремонта на 1 квадратный метр жилья стоит по деревянному дому 50 рублей с квадратного метра. То есть в среднем это где-то 13 миллионов стоимость ремонта комплексного деревянного дома. Если поделим на площадь 600 квадратных метров на 12 лет и на 30 лет и на 12 месяцев, то в среднем где-то получается около 50 рублей. У нас установлен размер платы 6 рублей 50 копеек на уровне федерального стандарта, установлен он администрацией. То есть по логике разницу должен возмещать бюджет. То есть потому что если мы не будем возмещать, то тогда получится, что у нас к концу программы будет большой недостаток средств на ремонт домов. То есть те дома, которые мы сейчас некоторые отремонтируем, а денег на остальные дома не хватит. С учетом, если это будет введено рубль и 2 рубля, вопрос станет только о том, кто будет платить 48 или 49 рублей. Поэтому если это будет обязанность бюджета, мне кажется, что не совсем правильно на уровне федерации устанавливать размер взноса. Потому что в настоящее время это вынесено на уровень субъектов. То есть субъект, исходя из своих особенностей, исходя из состава жилфонда, то есть больше пребывают новые дома, либо старые дома, он может решить, какой размер взноса установить. Соответственно, устанавливая тот или иной размер взноса, он рассчитывает то, что разницу он будет возмещать. Поэтому мне кажется, что было бы логичнее все-таки также оставить за субъектами право восстанавливать размер взноса. Ну вот, а еще там была поправочка именно о том, чтобы освободить дома, которые ни разу не ремонтировались, мы не исполним муниципалитет, либо государство свои обязанности. Мы тоже склоняемся к этой же позиции. И, соответственно, рекомендовали муниципалитетам о том, чтобы они провели комиссии, определили дома, в которых требуется ремонт. Все остальные исключили. При этом сейчас действует постановление администрации. Мы также участвовали в разработке этого постановления, которое позволяет муниципалитетам тратить свои деньги на ремонт домов. При этом они получают межбюджетный трансфер, субсидию из окруженного бюджета на выполнение своих этих обязанностей, как бывшего наимодателя. Оно сейчас действует, то есть выделяются даже деньги по этому постановлению. Поэтому в части невыполнения обязанностей у нас это действует. То есть мы согласны с теми, кто внес этот законопроект. И, в принципе, сейчас с учетом последних изменений, которые вступили в силу с 1 июля, субъект вправе принять решение о тех домах, которые он хочет сносить, либо реконструировать. Соответственно, эти дома исключаются из программы капитального ремонта, и собственники не платят взнос. То есть 1 июля такая право доноса. Соответствующие поправки сейчас будут внесены в окружной закон, то есть приведен в соответствии с федеральным. Поэтому с сентября месяца, я думаю, что если будет принято решение субъектом, то есть у нас программа по капитальному ремонту немножко уменьшится. Тем более нам разрешили сейчас использовать государственную поддержку на обследование домов. То есть мы можем помочь в данном случае субъекту провести эту работу, которая уже у нас началась сейчас. Поэтому вот что-нибудь такого. Павел Александрович, вы сказали, что поправки вступят в сентября. А куда уйдут деньги, которые собственники аварийных и домов, подлежащих реконструкции, платили до этого? Значит, по законодательству, то есть в той редакции, которая сейчас есть, средства, собранные по домам, в которые признаны аварийными, подлежащими сносу, используются на цели сноса. А в случае, если собственники не снесли дом, тогда муниципалитет изымает земельный участок для нужд, то есть для муниципальных нужд. И выкупается каждое помещение у собственника. И вот тогда, когда уже идет изъятие земельного участка, тогда уже возвращаются деньги каждому собственнику, которые были собраны по дому. Поэтому пока такой порядок. Конечно же, мы хотели выйти, ну, то есть, надо, наверное, выходить на федеральный уровень, чтобы все-таки возвращать деньги не только в случае признания аварийным, но в случае исключения из оригинальной программы. Потому что смысл ждать, то есть дом может быть исключен из программы, а снесен только через 10 лет. То есть вот эти 10 лет деньги будут лежать на счете. Ну, конечно же, они будут использоваться, но вернутся они собственникам только через 10 лет. Ну, то есть это немножко, мне кажется, нелогично. И последний вопрос у меня, Павел Александрович. Как обстоят дела с собираемостью взносов в округе? В настоящее время у нас собираемость составляет 65%. Это, так сказать, начисленные за июнь и оплаченные за июнь. Ну, имеется в виду постоянный июнь. Значит, у нас, ну, почему 65% есть некоторые юридические лица, у которых ведомственные квартиры, у которых большая задолженность. Также есть задолженность, могу сказать, и у гос некоторых органов, и у федеральных структур. Ну, это из юридических лиц. Плюс не платят практически там магазины, находящиеся там в сокольных помещениях, либо, на первых этажах, в настоящее время работу мы с ними проводим, да, то есть в том числе в случае неоплаты будут иски поданы в суд. И также было направлено порядка 1600 писем собственникам помещений, которые ни разу еще не платили. То есть если в случае неоплаты до 1 августа, соответственно, мы будем вынуждены подать иски в суд в части изъятия. Поэтому могу обратить внимание, что поправками, которые вступили в силу с 1 июля, договор о формировании фонда, который в настоящее время должен был заключен собственником, его отменили. То есть теперь в силу закона все нормы, все обязанности собственника, все обязанности регионального оператора у нас, как стороной договора, они прописаны в федеральном законе. Поэтому этот договор теперь не имеет силу, ну, то есть смысл его заключать, если все нормы прописаны в федеральном законе. поэтому не обязательно заключение договора, чтобы плачевать ЗОС. Спасибо, Павел Александрович.